Друзья, всем привет! С вами компания Киберкар, меня зовут Илья. Находимся сейчас в одном из дилерских центров Cadillac в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас очень интересный съемочный день, будет два автомобиля. Автомобили новые, автомобили редкие, один из них вообще полный эксклюзив. Сделали, разработали возможность реализации разных классных девайсов в штатную систему автомобиля этих автомобилей и соответственно будем обо всем об этом вам показывать и рассказывать. Ну а сейчас же давайте переместимся в дилерский центр и посмотрим на них. Ну что же, первый из этих автомобилей уже ждет нас. Он за моей спиной. Пойдемте посмотрим. Как вы уже заметили, это новый кроссовер от Cadillac под названием XT5. Честно скажу, насколько я помню, не часто выходят новые автомобили от Cadillac, но на самом деле вот он и появился. И наша компания успела изыскать возможность, чтобы улучшить штатную мультимедиа этого автомобиля до приемлемого сегодняшнего нового уровня. Сейчас будем позже вам рассказывать в движении, показывать, как работает наша флагманская система AirTouch Performance на пятой версии Android, как она живет внутри штатной мультимедиа и как будет полезно вам в процессе вашего движения. Окей, друзья, вот мы и внутри, в новом XT5. Посмотрите на эту красоту, Alcantara, новый димкосной дисплей. Все очень сделано на уровне, все красиво и еще раз красиво. Итак, заведем автомобиль, посмотрим, как работает штатная система, посмотрим, как работает Android и чуть-чуть прокатимся. Скажу, что здесь стоит система оригинальная под названием KUYA. Сейчас она комплектуется во всех новых Кадиллаках. Ролик, который мы ранее снимали на Escalade, там также система KUYA, немного другой дисплей. Ролик будет в описании этого сюжета, поэтому вы сможете тоже его посмотреть. Ну и, соответственно, здесь точно такая же система, как в Escalade. User Interface точно такой же. И сейчас посмотрим, как у нас переключается система в Android. Кнопочка домик, нажимаем на нее, и мы в системе AirTouch Performance. Сейчас подключим интернет, дадим его с телефона. Это могут делать все, как пользоваться роутерами независимыми, так и раздавать со своего устройства. Заходим в настройки. Вот у нас Wi-Fi. Время у нас стало, и, естественно, мы можем эксплуатировать систему. На экранах уже вам привычный дисплей, User Interface, Launcher, как кто угодно называет. Здесь система комплектована тремя навигационными программами, в данном случае нет, извините, четырьмя. Это Stigit с картами две столицы, Navitel с картами всей России, Яндекс.Навигатор с голосовым набором. И навигационная система iGo для путешествий по Европе. Санкт-Петербург любит эксплуатировать эту программу, поэтому мы, конечно же, комплектуем. Посмотрим, как работает Яндекс. Вот Яндекс у нас загружается. Итак, Яндекс у нас загрузился. И сейчас его запустим. В последней версии нашей системы используется, соответственно, последняя версия Яндекс.Навигатора. Как работает Яндекс? Это очень просто, без прикосновения к дисплею. Слушай, Яндекс. Комендантский 13, поехали. Вот у нас подгружается маршрут. Маршрут построен. Поехали? Поехали. Поверните направо. И вот мы можем лицезреть, как работает Яндекс.Навигатор на оригинальном дисплее новой XT5. И можем, соответственно, наслаждаться этим. Поедем немножко не по маршруту. Автомобиль у нас находится на тесте. Есть правила небольшие. Но функционал вы сможете увидеть. Далее. Допустим, вы загрузили навигацию. Вы заскучали. Можете развлечь себя. Запустить, допустим, видеохостинг YouTube. Он у нас находится вот здесь в данном случае. Как вы уже видите. Маршрут перестроен. Выходят подсказочки. Можете отрегулировать звук для себя. Сделать его поменьше, побольше. Кому как удобнее. Загружаем YouTube. И включим какой-нибудь видеоролик. Соответственно, мы можем наслаждаться YouTube на оригинальном мониторе. Слушать, наслаждаться. И слышать подсказки от Яндекса. Соответственно, Яндекс показывает 320 метров, 310 метров налево. Соответственно, все это очень удобно и продумано. Можно вернуться быстро в штатную систему. Вернее, в другое меню. Добавить звука. Запустить другой видеоролик. Так вот, выключается у нас ранее запущенный ролик. И, соответственно, управление. Вот здесь у нас находится кнопка запущенных приложений. Которые у нас запущены ранее. Мы их вот таким образом можем чистить. Для того, чтобы не забивать буфер обмена. И все. У нас система освободилась. Оперативная память свободна. Посмотрим, как работает Stigit. Stigit последняя версия. Все автоматически обновляется. Не нужно ездить ни в какие сервисы. Либо тратить на это дополнительное время, чтобы обновить карты или еще что-то. Вы просто в процессе движения, если выходит обновление, вы нажимаете кнопку «Да». И под меню все обновляется. И вы имеете самые свежие карты. Все очень продумано. В Stigit также есть голосовой набор. Но мы сейчас продемонстрируем, как ввести адрес именно вручную. Россия. Город у нас. Санкт-Петербург. Поворот налево. И вот наш Stigit нас ведет в пункт назначения. Через 250 метров поворот. Вот, кстати, хороший пример того, когда Stigit автоматически обновляет карты. Вылетела информация о том, что доступна новая версия карт России. Обновить? Да. И продолжаем пользоваться навигацией. Все очень удобно и продуманно. Stigit, в принципе, очень профессиональная программа. Мы всем ее рекомендуем. Она действительно ведет вас с учетом дорожной информации. В процессе движения вы получаете массу полезной информации. Не только о пробках, а и происшествиях. О поворотах перед набережными или до набережных. И прочих моментов. Все очень удобно. Заранее она вас всегда информирует. И никогда не заставляет, извините за слово, психовать в процессе движения. Свернем Stigit. Мы его выключим, чтобы он нас не отвлекал. И я вам покажу сейчас программу, которая также развлекает вас и в процессе движения, и находясь в пробках, или просто в стационарном положении. Это, конечно же, онлайн-ТВ. Друзья, есть 4G и есть онлайн-ТВ. Нет 4G, нет онлайн-ТВ. Это правило хотелось вам озвучить, чтобы вы понимали, за счет чего есть онлайн-телевидение в Android-системе. И мы видим, соответственно, что происходит в телевидении. Друзья, я хотел еще подчеркнуть один очень важный момент, который нами был продуман специально для вашего удобства. Сейчас мы, допустим, находимся с вами в Android-системе. К примеру, вы, если решили подрегулировать свой климат-контроль, то есть прибавить-убавить, вы нажали. Ой, да, вы нажали. И, соответственно, вы видите штатную информацию, которая подкидывает с поверха Android-системе и возвращает обратно вас в Android. То есть вы, как мы и говорили, все оригинальные опции и узлы агрегата автомобиля сохранены в первозданном виде. То есть после подключения нашей системы гарантия на автомобиль стоит 100%, ничего не нарушается. И вы не лишаетесь ни одной опции, которая была изначально реализована в автомобиле. Это очень важно. Далее, здесь есть такой удобный момент, как VideoIn. То есть это источник, который вы можете подключать и выводить, соответственно, на оригинальный монитор. К примеру, это VideoIn. Или DVD-плеер. Многие их все еще любят. Хотя эта система не совсем современная. Если это DVD поставить в бардачок, вы можете при нажатии на VideoIn получать изображение с DVD-проигрывания. Либо с других девайсов, которые вы также можете сюда подключить. Все управление, соответственно, реализовано на рабочем столе, что очень удобно. Ну, безусловно, здесь есть интернет, навигация. То есть здесь привязан Google. Но начнем с того, что все эти иконки программируемы. Эти иконки тоже программируют. Допустим, у нас здесь, как вы видели, лежал Google. Мы можем сюда поставить любую другую навигационную программу на ваш выбор. Допустим, пускай это будет Яндекс. Нажали и нажали выбор. Все. Теперь здесь лежит Яндекс. Далее. Интернет, соответственно. Пожалуйста. Электронная почта. Поиски. Все, что необходимо вам в движении, будет реализовано. Почему-то у нас... А, у нас не привязан, скорее всего, не привязан к этой иконке браузер Google Chrome. Что мы сейчас и сделаем с вами. Так. Разрешаем. Разрешаем. И, соответственно, вот у нас Google на оригинальном мониторе Cadillac XT5. Далее. Есть еще одна опция очень удобная. Сейчас вам покажу ее. Если мы удерживаем вот этот домик, то у нас вылетает Google Помощник. И здесь мы можем воспользоваться такой вещью, как Google Поиск. Да, вот он. Надеюсь, он настроен. Сейчас попробую показать, как это работает. Да, начинаем. Да, включаем. Еще включаем. И, соответственно, сейчас попробуем поэксплуатировать. Окей, Google. Ресторан итальянской кухни. И вот мы можем с вами выбрать ресторан итальянской кухни в Санкт-Петербурге. Соответственно, как мы вам и ранее говорили, и говорим во всех роликах, полный планшетный компьютер в оригинальной системе QE. Друзья, последняя опция, о которой я вам хотел рассказать. Рассказывать, конечно, очень много можно, но все это можно у нас посмотреть, как в примере этого автомобиля, так и у нас в автомобиле. И, соответственно, перед непосредственным приобретением можно узнать еще массу полезной информации. И если вы находитесь, к примеру, там в Яндексе или еще где-нибудь, то вам нужна задняя скорость проклада. Здесь, кстати, есть сложность с включением задней передачи. Это вы уже сами увидите. Но мы здесь повлиять не можем. То есть передачу включить заднюю не очень удобно, но мы научились это делать. Вот, включать заднюю передачу. Соответственно, вы спокойно паркуетесь, потом дергаете драйв. И вы были в Яндексе, вы в Яндексе вернетесь. То есть все делается так, как это должно быть сделано, удобно и практично. Вот. Это все, что я хотел вам рассказать в рамках данного видеосюжета. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте, задавайте вопросы. На всех вопросы и комментарии мы детально и оперативно будем отвечать вам. А я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok